Ну что ж, всем здорова, Сайн Тейшерк, и я продолжаю прохождение игры, Слайк Купер Дисантайм. Ну и в прошлой серии мы узнали то, что Чёрный Рыцарь это и есть Менелопа, и сейчас, по-моему, у нас идёт битва с боссом. Эх, и потом у нас останется последняя локация, и на этом финал. Это как-то коротенько у меня получилась вообще эта часть слайя по сравнению с Лайк Купер Фри, Панер Морк Зифтс. Которой, честно говоря, мне больше уже не хочется притрагиваться. Я её один раз прошёл, с меня хватит. Я очень рад. А эту я игру уже прохожу в третий раз. Жесть. Я вот и первую бы часть слайя Купера прошёл бы несколько раз. Я вот только вот слишком длинными для меня показались слайя Купер Бэндов Дивз и слайя Купер Хон Ром Дивз. В общем-то, как-то так. Ого, куда мне надо забраться? Ничего себе. Ничего, как-нибудь заберёмся. Такс, куда мне? А, ну, понятное дело. На Часовую Башню. Ах, да. Нам нужно раздобыть порошок, который взорвёт. Это не финальная ещё миссия. Обидно. Ну, ладно. Так и быть. Оп. Выпрыгнул. Загрузка задания. Нужно одолеть Пенелопу. Но как? Эх, трудно без Бентли. Мне до сих пор странно думать, что Чёрный Рыцарь был вашим давним другом. Ну, теперь-то она нам точно не друг. После такого предательства у нас только один выбор. Взять замок штурмом и покарать злодейку. Стоп, стоп. Погодите немного. Как именно нам проникнуть в замок? Это мне неведомо. Зато мне известен рецепт одной чрезвычайно взрывоопасной смеси. Нам надо разделиться. Я достану огнеплоды, а вы бутыль магического порошка Мерлина. Хорошо. И где мне его искать? На карнавале. Где ещё? Надеюсь, вы не очень плохо стреляете из лука. Да, думаю, я справлюсь. Жребий брошен. Удачи тебе. Жребий брошен? Я всегда думал, жребень брошен. Мне нужны загадочные огнеплоды. Трёх должно хватить. Угу. Трёх. Тебя по двух должно было бы хватить. Тогда бы не подумал, что чёрный рыцарь – дама. Ну, поверь. Стремительный удар и цель достигнута. Жизнь полна сюлью сюрпризов. И... Огнеплод. Что-то говоря, довольно-таки красиво выглядит. Похож на плод-бумба. Какой великолепный экземпляр. Теперь надо найти ещё два. Я их уже вижу. Метки на карте очень хорошо расставлены. За что спасибо. Слушай, ты енот. Бегаешь достаточно быстро. Что тебе ещё надо? И причём, карта не очень-таки большая. С таким удачным ударом. Что? Ты назад ещё спикировал? Обнаглил? Оп. Второй огнеплод. Есть. Плод-бумба. Окей. После того, как закончу записывать, пойду поиграю в Крэша. Ай, блин. Вы серьёзно? Неужели... Галит. Неужели ты такой тяжёлый, что не можешь заставить себя подпрыгнуть на это здание? Из этих огнеплодов выйдут отличные бомбы. Чё-то как-то не уверен. Я вообще сюда? Ой-ой. Ай-ай. Почему мне кажется, что я деревья перепутал? Да, так и есть. Оп. Не достанешь. Отлично, он меня из-за этого потерял. А всё-таки они очень тупые. А куда мне? Так. Мне это ничего не дало. А, всё, понял. Вспомнил точнее, а не понял. Опа-на. Огнеплод. Который очень похож на плод вумба. А теперь миссия за Слая. Надеюсь, Слай подготовился к стрельбе из лука. Можешь не сомневаться. Хотя... Никто знает. Может быть, я с первого раза это и не пройду. Зато вот полкарты пролетело, я неплохо. Может, тут будет соревнование на парашютах? Вот это вот я по-быстрому пройду. Интересно. А тут прокатит самурайская броня. Такс. Тихо. Бабах! Уходим с места преступления. А вот и филин. Подходите, дамы и господа. Испытайте удачу в нашем состязании. Привет, дружище. Хочешь попытать счастье? Тогда стреляй по мишеням. Метко. И выиграешь бутыль магического порошка Мерлина. Лечит душевную тоску, кудрявит волосы. И отвечает на молитвы. А для бомб оно сгодится? Вот. Огнеплодов добавь. И громыхнет. То есть, этот чувак даже не подозревает, что я хочу сделать. Ты что, очки потерял? Да. Так держать, сынок. Боже мой, что-то как-то медленно. Вам не кажется? Сей в яблочко. Вы серьезно? Вы серьезно? Вы серьезно? Знаете, что-то как-то это неудобно. Блин. Кто это придумал? А мне нужно таких 120 сбить. Вы издеваетесь. Так. Тупое прицельное. Давай, движущийся мице... Мишень. О. Отлично. Попал. Попал. Нет. Нет. Тебе я уже вряд ли успею. Да. Вот так и надо. Ага. Спасибо. Вот это по-нашему. Да чтоб тебя. Сдается. Да не в тебя я хотел попасть. Так. Отлично. Стреляешь. Попал. Дружище, да ты снайпер. Ну, спасибо, конечно. Но я, по-моему, уже все. Прокакаю. У меня 15 секунд осталось. Да, вот так и надо. Отлично, парень. Отлично, стреляй. А может быть и успею. Сдается мне, ты не из деревни. Не, я уже вряд ли успею. Но попытка была неплохая. Досадно. Ну, попробуй еще раз. Угу. Попробовать еще раз. Конечно, запросто. Просто слегка с управлением не свык. Дружище, да ты снайпер. Он эту фразу сказал уже с первого выстрела. Офигеть. Оп. Прекрасно, смельчак. Оп. Да ты талант. Так, опять этот ежик. У тебя зоркий глаз, друг. Ну да, конечно. Пей в яблочко. Вот это по-нашему. Почему мне кажется, что тут все равно есть автопроцеливание? Потому что оно ощущается. И нехило так. Так, попал. Попал. Не попал. Вообще, как-то было ужасно что-то. Да блин. Попал. Блин, не попал, а такой шанс был. Так, мне кажется, я накаркал на автоприцеливание. Теперь оно не хочет прицеливаться. Прекрасно, смельчак. Давай прицеливание. Сдается мне, ты не из деревни. Ну естественно. Так, оп. У тебя зоркий глаз, друг. Отлично стреляешь. Отлично стреляешь. Оп. Так, дракон, давай. Хоп. Да как? О боже, я помню в этот раз еще хуже, чем тогда прошел. Да ты талант. Ну что, приятель, еще раз. Ага. Эх, ладно. Хотя неплохо так шел. Нет, знаете, тут еще неудобно то, что у меня экран 4х3. Вот так и надо. И поэтому... Тут не все видно. Так. Оба-на. На этот раз я обязан пройти просто. Будь тут экран 16 на 9, было бы удобней. Я бы... Если бы еще задержки не было такой сильной. Бей в яблочко, бей в яблочко. Отлично, парень. Если, к примеру, когда я играл на телеке с HDM, я мог винить только свою криворукость, то тут я еще могу винить задержку. Так. Да как? Ага. Нифига себе попал. Что ты до этого про меня говорила? Сделал хотя бы скидку то, что случайно промазал? Вообще обнаглел. Да блин. Чего я по дракону попасть не могу? Да блин. Я столько одного мусолил сейчас. Давай еще. Ай. Ладно. Это последняя попытка. Потом я остановлю запись и попробую еще раз пройти. Но уже вне запись. Так. Бей в яблочко. А, вот ты где. Сдается мне, ты не из деревни. Давай. Неплохо, кстати, получалось. Отлично стреляешь. Ау. Чуть-чуть промахнулся. Отлично, парень. А, самонаведение. Что в тебя? Стрелять надо по мишени, друг. У тебя зоркий глаз, друг. Спасибо. Вот это по-нашему. Так. У меня уже глаз болит. Отлично. Как держать, сынок? Это никуда не годится. Да блин, почему я в дебильного дракона попасть не могу? У меня только 34. Дружище, да ты снайпинг. Прекрасно, смельчак. Да, вот так и надо. Так. Попал. Отлично стреляешь. Вот это по-нашему. Ну да. Так, держать, сынок. Отлично, парень. Най. Дурацкий дракон. Все, я снова не успел. И я это сделал. Причем сразу же, как остановил запись. Это на мне работает закон подлости. На парень. И магический порошок. Цель достигнута. Золотая стрела. Вы заслужили приз. Хм. А, и вот только теперь у меня правая рука жутко болит. Нет, вы ничего такого не подумайте. Просто меня бесило крутить все время правым стиком и нажимать на R1. Ох. Так, ладно. Теперь у нас миссия за Мюрре. Погнали. Почему мне кажется, что вот это финал? Потому что я больше никаких миссий больше не вспоминаю. Ну, скорее всего, это финал. А план будет придумать Кармелита. Вот так вот. Такс. Операция Мышелов. Ну что же, слушайте. Как вы знаете, Бентли до сих пор недоступен. Но план действий нам нужен сейчас. Поэтому мы все здесь. Эй, Кармелита. Молчи по ласкуну. У нас нет времени на твои шуточки. Надо нанести пенелопий удар, пока она не сделала, что она там хочет сделать. Ну да, вот об этом я и хотел спросить. Слушайте, все очень просто. Нам надо в замок. У нас есть взрывчатка. Об этом я тоже хотел... Сейчас же замолчи, Слай. Ваши речи не способствуют нашему делу, сэр Слай. Галит, вашей смесью можно взорвать механизм? Прах возьми. Это превосходный план. Ладно, всем приготовиться. Как только мост опускается, мы входим в замок. Хорошо. А что нам надо будет делать внутри? Ну, посмотрим. Вопросов больше нет. И все, это финальная миссия на этой зоне. И мы переходим на следующую локацию с Салимом. Сейчас у нас Бентли тихо все подорвет. Ой, какой Бентли? Мюррей. Взорвать. Блин, так сделал смешно. Так, чтобы Слай Купер сделал бесшумный захват и бросок, нужно подкрасываться к противнику сзади и нажать треугольник, а затем квадрат. Окей. Окей, Гугл. Где мой телефон? А теперь я изничтожу это железное чудище! Стойте, Галит! Спасибо, Галит. Именно это мне и было нужно. Она сейчас улезнет! Сомневаюсь. Е-мое! Ладно. Надеюсь, ты любишь латтеры. Ненавижу. Стреляй, Слай! Ну же! Достреляю я! Попал! А, она скоро до меня дойдет! Р1! Получай! Такс, одна рука готова. Осталось здесь еще одна рука. И там, где сидит Пенелопа. А вот и нифига. А вот и нифига. Доказательства имеются. Мне нужны доказательства. Если их нету... То ничего еще не доказано. Сказал снова ахинею. Ничего, у меня это часто бывает. Так что нормально. Бабах. Что-то это как-то очень легко. А мне кажется, что это прям уж очень легко. И... Попал. С первой фазой робота мы закончили. Теперь у нас идет вторая фаза. Ага. У меня такие же ощущения были, когда я первый раз это проходил. Да легко, Мюррик, как скажешь. Оба-на. Как нефиг делать. И снова Р1. Мне начинает кажаться... Фу, блин, казаться, что это самый наипростейший босс. Потому что у нее уже рука отпала. Руки опускаются. Твои шути просто ужасны. Да не сказал бы. По-моему, достаточно смешно. Ты видела, сколько ты мне урона нанесла? И сколько я тебе? И кого из нас не одолеть? Такс, я успею. Я точно знаю, что я успею. Окей, и осталась всего лишь одна цель. У меня начинает получаться. Так. Прости, но я не слышу. Я вижу реактор. И попал. Что? Серьезно? Я ж попал. Но игра почему-то посчитала, что я не попал. И с чем это связано? Я начинаю ненавидеть эту игру. Вот теперь-то я попал. Ты хоть представляешь, во что мне обошлась эта броня? Других таких нет. Ты мне слишком дорого обошелся, Купик. Пришло время платить по счетам. Не с места, Пенелопа. Что? Что слышала? Бентли. Твоя броня. Это... Подводное чудище? Да. То, что от него осталось. Схема была... Не дурна. Я просто внес улыбку. Это был... Всего лишь опытный образец. Зачем все это, Пенелопа? Я ведь имею право знать. Зачем? Ради тебя, конечно. Я хотела показать тебе, как все могло бы быть. Из меня получился бы прескверный злодей, Пенелопа. О, злодей? Кто бы говорил, Бентли? Ведь ты работаешь на вора. И самый большой его куш, это ты. Твой нераскрытый потенциал. Вместе мы могли бы изменить весь мир. Но нет. Ты лучше будешь гоняться за грошовыми почестями. Когда ты, наконец, проснешься? Так ты перешла к Ле Парадоксу из-за денег? Нет, ты меня не слушаешь. Я просто его использую. Ага. А я-то считал тебя умницей. Ты всерьез полагаешь, что он просто так тебя отпустит? Ты теперь ему принадлежишь. Ты марионетка. И когда твоя роль закончится, он обрежет все ниточки. Я не марионетка. Жаль, не могу сказать того же о тебе. Что ж, Бентли, пришло время объявить о разрыве наших отношений. Финелопа, стой! Мы ведь можем как-то договориться. Я думаю, не можем. И пора обрезать пару ниточек. Насовсем! Окей, я не помню, как с ней драться. Получай, получай и получай. Получай. Эм, какого черта? Как это произошло? Да блин, нечестно. Так. Я ж помню против тебя тактику. Вот, отлично. Получай. Да, вот ее вот так вот надо бить. Да ладно, правда что ли? А кто из нас мажет? Хочешь, я тебе дам подсказку? Это ты. Получай. Ой, да от тебя можно один раз только украниться и не париться. Это что, векторный анализ? Получай. Да, это реально самый легкий босс. Так, а вот теперь есть одна проблемка. У меня кончился заряд. Получай. Так. Может как-нибудь накопить? Ладно, потом накоплю. Не важно. Оу, е. Все, игра закончена. Такс. Аккуратно. И все, это конец. Вы заслужили плюс. Время пришло. Мне жаль, что так вышло. Нет, Слай. Это мне жаль. Ты извини, что я так поздно пришел к вам на помощь. Это ничего. Она всех нас предала. Может и так. Но я все равно не должен был уходить в себя. Я забыл о своих верных друзьях. Больше не повторится. Эй, эй. Парни. Нам бы не помешала ваша помощь. Им надо помочь выбраться оттуда. Знаешь кого-нибудь, кто справится? Да, знаю одного такого. Но думаю, он сейчас занят. Придется мне за это взяться. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, что ты опять с нами. И цель достигнута. И с этой локацией мы закончили. Мы связались с Дмитрием, который принялся бормотать что-то о буранах и верблюжьих плевка. Потратив несколько минут на расшифровку его слов, мы поняли, что на сей раз в беде оказался... ...мой предок из Древней Аравии, Салим Аль-Купар. Здесь нам очень помогла Кармелита. Оказалось, что она захватила из музея золотую монету в качестве доказательства. На наше счастье, монета оказалась как раз из нужного нам времени. По пути в Аравию мы все присматривались к Бентли. Он скромничал и не хотел признавать, что спас нас, но в нем было больше уверенности, чем прежде. Он, наконец, вызвал на бой своих внутренних демонов и победил. Несмотря на все, что ему пришлось пережить, он пришел к нам на помощь. Я знал две вещи. Во-первых, я очень горжусь Бентли. Во-вторых, его вновь обретенная сила была нужна нам, чтобы одержать победу над Лепарадоксом. Девушки отдыхают. Он был членом-учредителем знаменитой гильдии 40 разбойников. Это давало надежду на то, что мы сможем заручиться поддержкой большой организации. Увы, когда мы прибыли, выяснилось, что почти все разбойники ушли на покой. Они постарели и решили завязать со своим преступным прошлым, чтобы насладиться жизнью. А вот что нас совсем не удивило, так это присутствие агентов Лепарадокса. Повсюду слонялись мрачные громилы патрульные, и было ясно, что творится что-то нехорошее. Бентли навел справки и выяснил самое неприятное. Никто уже давно не видел Салим Аль Купара. Последнее, что о нем известно, он работал вместе с парой оставшихся разбойников. Куда он мог деться? Первым делом нужно было его найти. Салим Аль Купар и Гэмкин. 40 разбойников. Ладно, мы победили босса, и отправимся мы уже, не знаю, как сказать, брести по Аравии в следующей части. Ну и всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok